Третья часть рождественских наших беседок И плюс еще прямой эфир Рассляции на ютубе, на канале Слава Богу, братья и сестры Всех приветствую именем Господнем Итак, Сам Господь даст вам знамение Ее Дева в очереве примет и родит сына И нарекует имя Ему Эммануил Это Исаия 7 глава 14 стих Исаия 7.14, пророчество Божие И Матфея 1 глава 18 стиха Рождество Иисуса Христа было так По вручению матери его Марии Иосифом Прежде нежели сочетались они Оказалось, что она имеет в очереве от Духа Святого Иосиф же, муж ее, будучи праведен И не желая огласить ее Хотел тайно отпустить ее Но когда он помыстил это Се ангел Господень явился ему во сне И сказал Иосиф, сын Давидов Не бойся принять Марию, жену твою Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого Родит же сына и налечешь ему имя Иисус Ибо он спасет людей своих во грехах их От грехов их А все сие произошло, да сбудется реченое Господом Через пророка Который говорил то, о чем мы прочитали В Исайе 7.14 Вот такая предыстория Того величайшего события Которое мы сейчас Мы не были свидетелями этого события Но мы есть те, которые знают Что это событие было Мы те, которые твердо верят И мы те, которые хотят Рассказать об этом всему миру Рассказать о Рождестве Рассказать о миссии Иисуса Христа Рассказать всем о том Что есть спасение От тех прошлых лет Неправедной жизни Которая бывает у каждого человека Перед возрождением Если этот человек впоследствии казался верующим И перед принятием Господа в свое сердце Много, отец Сергей Много людей с похожими судьбами, правда? Конечно Вы как служитель широкого, так скажем, размаха Часто и много встречаетесь с людьми И для вас, как ни для кого Открываются судьбы всех тех людей Которые пришли к Богу, да? Я часто слышу свидетельство людей, да Вот, поэтому Вам всегда есть что рассказать людям Я слышал отзывы Абсолютно незнакомых для меня людей Они не знали, что я знаю вас Вот И когда речь как-то заходила О вашем имени То я всегда слышал такие Ну скажем, по хвалу скромно выражаясь А если менее скромно То людям очень нравится Что есть вот такой человек Что есть такое движение Слава Богу, да Что это движение поддерживает реформацию Пятисотлетней давности Да И что эта реформация имеет Своей задачей те благие намерения Которые способны сделать человека Еще лучше, чем он был после возрождения Потому что после возрождения Всегда человек становится намного лучше Для него все приобретает характер святости Характер поклонения пред Богом Преклонения перед всеми теми Чертами истины Которая заложена в Слове Божьем Вот, поэтому Все эти люди, которые пришли В свое время к Господу Они блаженны Блаженны Вот И Наша задача Бывать как можно больше Среди людей Как можно больше среди христиан А еще больше среди нехристиан Дабы они стали христианами Да Евангелизировать этот мир Нести Слово Божье этому миру Да Конечно Много друзей у нас У верующих Но Много и врагов Как бы И Слава Богу Что Господь Он, знаете ли Действительно Совершает Сегодня Деяния свои Как вот Некоторые проповедники Я слышал не раз Говорили И говорят Что вот деяния апостольские Казалось бы Они Как вроде как Завершены Но С другой стороны Они продолжение имеют Мы продолжение Потому как Мы Не видим слова Аминь В конце В конце книги Деяния Оно как бы На полусловии Как порвано Да Это в этом Мудрость Божья Потому как Деяния Божьи Деяния Духа Святого Они продолжаются В наши дни Потому что Иисус Христос Он не только Вчера Но и сегодня И вовеки Он тот же самый Слава Богу Вот И история Рождественская беседа Такая У нас Импровизирована Так получилось Так вот И Говоря о Рождестве Конечно Мы должны понимать Что Исторически Иисус родился Но не в это время По нашему Получается В сентябре Аж Знаете ли И там Больше чем Три года До того Как это Исторически Ну как считается В мире Но Сегодня уже Это уже Многие верующие Это знают И понимают Это Но Как мудро Замечают Многие проповедники Что Не дату Мы Какую-то Просто празднуем А событие Великое событие Которое Повернуло Ход мировой истории Вспять Будем так говорить Если до нашей эры До Пришествия Христа До его Рождества До того Как он Воплотился Бог Воплотился История Она катилась Вниз Будем так говорить Деградация Уничтожение Механизм Самоуничтожения На планете Был запущен Тогда еще При нашем Про-про-про-про-про Про-це-адаме И Новый Завет Библия Нового Завета Называет Иисуса Христа Ни много Ни мало Как Новым Адамом Вообще И действительно Поворотный момент Во всей истории Мировой Независимо От нашей религии Конфессии Деноминации Юрисдикции Независимо От наших Нашей культуры Традиции Правоставные Мы протестанты Или католики Как бы Мы еще не Именовались Или даже атеистами Может Кто именуется Из наших зрителей До сих пор Знаете ли Не то важно А важно Что действительно С пришествием Иисуса Христа На землю Поменялся Весь ход Мировой истории И сегодня Это Скажу Спустя Два тысячелетия Но это уже Становится Как бы Всем Ну Принимаемым фактом Действительно Это становится Аксиом А чуть ли не Вот И Во второй части Я разбил на Части Трансляцию Эту Вот И Юрий Михайлович Рассказал немного О своем пути К Богу И о том Как Христос Родился В его жизни Вот У всех по-разному Это происходит О себе Я тоже Много свидетельствую Рассказываю В собраниях И так вот В личных беседах Вот Пока сюда ехал Допустим По Бла-Бла-Картам Как раз Попутчиками Я это называю Еще иногда Бла-Бла-Черч Значит Бла-Бла-Кар Значит Сайт Где Как раз Попутчиков Легко искать Значит И бывают Разные люди Верующие Неверующие Встречаются Так на пути С некоторыми Просто так Побеседовать С другими Получается И помолиться Даже Третьим Получается Хорошо Засвидетельствовать Даже И благоставить Их Вот И Значит И в этот раз Ехал Сюда Татарин Вез меня Мусульманин Он даже Сейчас Он говорит Я редко Хожу в мечеть Где он там живет Там нету Даже в мечети Вот Но И по работе Он связан Сейчас А когда Был Посвободнее То Регулярно Посещал И даже Закончил Там у них Школу Определенную И Основу Богословские Знания Какие-то Получил И так Судя А я Заметил Сразу Что Парень Грамотный Не просто А бы как А вот Все к месту У него И он Вопросы Такие Задает Мышление И о христианстве И об исламе Он так Рассуждает Здраво Мне понравился Он И я Ему Давай Рассказывать Немного Из писаний Об Иисусе Христе Из его Слов Евангельских Иисуса Христа Как мы Назовим Красные Слова В некоторых Библиях У меня Есть Тоже Такая Библия Где Слова Иисуса Христа Выделены Красными Буквами Мне Это Очень Нравится Такая Традиция Нравится Вот Я Часто Говорю Вот Красные Слова Самые Слова Иисуса Христа Выделены Вот Я ему Рассказывал Так же Из этих Слов Иисуса Самого Это Он На него Производил Впечатление Но Затем Я Понял Уже Во Второй Плое Поездки Что Просто Информативно Мало Результата Я Решил Свидетельствовать Больше Я Рассказал Ему По дороге Что Успел О своей Жизни Как Я Пришел Как Бог Нашел Меня Вот Это Я Уже Заметил Уже Знаете На него Прозвело Больше Впечатление Потому Что Богословство Богословски Логически Он Уже Кое Что Знал Уже Я Христианство Как Библии А Здесь Пониматели Он Увидел Что Здесь Практика По поводу Признания Иерусалима Столицы Израиля Да Это Есть мое Видео Вы можете Прямо на этом Канале Чуть дальше Просто Посмотреть Загруженные Видео Последние И там Есть как раз Видео Иерусалим Столицы Израиля И другие Некоторые Тоже Беседы На эту Тему Как раз Я считаю Это исполнение Библейских Пророчеств Но сейчас Не о том Сейчас Тематика Такая Рождественская И я ему Рассказал Тоже Что Вот О том Мусульманину Что Вот Бог Меня спас Вот таким Образом Я вырос В семье Атеистической Если у вас Верия Михайлович Мама была Верующая Женщина То у меня И мама И папа Были Атеисты Такие Убежденные И я Ничего не знал О Боге Вообще Даже что он Существует В природе Вообще Бог Но У меня Началось Все С практики Знаете ли Не с теорий Ни мусульманских Ни иудейских Ни христианских Теорий Никаких Я не знал О вселенной О устройстве О Боге Создателе Началось у меня Сразу С практики Знаете ли Практически То есть Я В 12 лет Заболел Ну В 12,5 лет Я умер Умер От пневмонии Двустороннее Воспаление Легких Вот Оба легких Отекли Врачи Ничего не смогли Сделать Было уже Поздно Вот И констатировали Смерть Все То есть Как бы Летальный Исход Знаете ли Это Конечно Печальная История С одной Стороны Но С другой Стороны Я вот Перед вами Сейчас Живой Здоровый Вот Значит И Знаете ли Все эти Все эти Годы Бог Хранит И Я Знаете ли Даже Чем старше Становлюсь Тем больше Как бы Ну не знаю Больше Большей Благодарностью Богу Знаете ли Говорю ему Что Спасибо Господи За жизнь Спасибо Что Ты дал мне Вот Возможности Жить По другому Уже Сознанием Тебя Совершенно Другой Жизнью Вот И Короткий Вот Мой опыт Постмертный Опыт Есть Предсмертный Опыт Есть Смертный Опыт А есть Постмертный Опыт И вот Мой Постмертный Опыт Был Очень Короток Краток Но Этого Мне Хватило На всю Мою Жизнь Уже Другую Новую Жизнь Вот Об этом Тоже Есть Мои Свидетельства На Журавлев Есть Мои Свидетельства И Оно Самое Просматриваемое Как раз Чуть ниже После Добавленных Видео Вы увидите Такое Видео Записывали В Америке На служение В одной Из Церквей Просто Очень Удачная Запись Такая Получилась И Как бы Ее Чаще И Просматривают Называется Мой Путь К Живому Богу Так Я Заглавил Кстати И Свою Статью Автобиографичную Ставшую Такой Книжечкой Небольшой Она Есть В pdf Ворде Ее Можно Скачать На Разных Страницах На Разных Сайтах По Эмейл Под Этими Видео Под Семь Этими Видео Есть Моя Электронная Почта Alive Church Inbox Ru Или Alive Прочерк Нижний Church Собачка Hotmile Com Там Вы Увидите Эти Эмейлы Напишите И туда И туда И я Могу Выслать И эти Материалы И какие Дополнительные Много Всего Скопилось Статьи Кстати В этом 2018 Хочу Переиздать Сборник Статей Это Одно Вот Как раз В феврале В марте С братьями Будем Обсуждать Вопрос Финансирования Как раз Это Тоже Очень Непростой Вопрос Конечно Сейчас Полиграфия Дорогая Поэтому Если Ваше Сердце Как-то Расположено К тому Чтобы Поучаствовать В этом То Состыкуйтесь Как-то Созвонитесь Там Спешитесь Там Пожалуйста Напишите Мне Кому Из наших Служителей Об Эмейл И Это Очень Важно Считаю Не только В электронном Варианте Так Вот По интернету Но Именно И в печатном Издании Сделать Печатное Издание Было Давно Сделано Еще В 2004 По моему Году Вот Так Где-то Да Начало 2004 Года И Это Издание Давно Уже Разошлось По рукам Уже И Даже У меня Не осталось Уже Последний Хранил Еще Потом Уже Кому Подарил Вот И Все Но В электронном Варианте Оно Есть А Новое Издание Вот Этого 18 Года Получается Вот Оно Будет Доработано Дополнено И Справленное Вот И Еще Дополненные Статьями Некоторыми Некоторые Статьи Менее Актуальные Я убираю И Более Актуальные Ставлю Вот И Вот Так Но Находясь У Красавием У себя В церкви Осенью Я Считаю Это Неким Таким Откровением Даже Свыше Значит Время Там Ну Молитв Да Вот И Ночью Во сне Было Очень Интересно Такое Подтверждение Тоже Для Меня Издать Не только Старую Статью Переиздать А еще И Книгу Над которой Сейчас Работаем Значит И Название То место Из писания Которое В еврейской Традиции Читалось Как бы Ключевым В познании Торы Писания Всех Пророческих Из книги Песни Песней Ширги Ширин Песни Песней И Там Слова Я так понимаю Что на обложке Сверху Будет На оригинальном Языке На еврейском Будет Написано И По центру Будет На русском Языке И На еврейском Текст Звучит Таким Образом Они Ледоди Ведоди Ли Я Примляжу Моему Возлюбленному Возлюбленный Мой Мне Вот эти Слова И Эти Слова Для меня Стали Знаете Ле Вот Очень Большой Отрадой Утешением Таким Потому Как Если Первую Автобиографичную Статью Я назвал Мой путь К живому Богу Хотя По совести Может Был Даже Заглавить Путь Живого Бога Ко мне Потому Что Могу Сегодня Спеть Вместе Со Всеми Верующими Эти Слова О благодать Спасен Тобой Я Из Пучин Бед Был Мертв Видный Вот Чудо Я Живой Был Слеп И Вижу Свет Потому Как Действительно Как Некоторые Говорили Проповедники Тоже Значит Что Армениане И Кальвинисты Спор Кальвинистов Армениан И Кто-то Из Великих Проповедников Когда-то Сказал Некто Негде Сказал Такие Слова Что Христианин Этот Спор Это Спор Просто Спор Разного Опыта Религиозного Духовного И Он Говорил Что Христианин По-моему Чарльз Пэрджин Говорил Что Христианин В начале Пути Своего Он Арменианец Армениан Вот Я нашел Бога Я встретил Его Я пришел К Богу Я нашел Бога Я Я В основном Это Как бы Все люди Проходят Более Менее Чудо Такое Это Оправдано Совершенно Но В конце Пути Своего Жизненного Верующий Он Все Больше Будет Понимать Что О Благодать Я Тобой Спасен Ты Меня Спас Это Я Вообще Ничего Реально Мне казалось Раньше Что Я Приложил Усилия Определенные Для Того Чтобы Обнаружить Бога Найти Его Но Как Выяснилось Что Я Не Бог Ничего Абсолютно Был Мертв И Чудом Совершенно Чудом Божественным Я Живой Ныне Слава Богу Вот Так Вот И Конечно Я Рассказал Тому Мусульманинам И Когда Уже Расставались Уже С Водителем То Я Так Понимал Что Бог Ему Очень Сильно Коснулся Сердца Потому Что Уже Знаете Свидетельство Наша Христианская Оно Очень Сильно Касается Человека Обычно Боль Даже Чем Знаете Ли Вот Теология Больше Чем Проповедь Слова Божьего Почему Потому Что Для Очень Многих Людей Важнее Даже Увидеть Как Же Слово Стало Плотью Увидеть Не Просто Слово Которое Где-то Там В Заоблачных Высотах А Слово Которое Вот Сейчас Здесь И Вот Когда Иисус Родился То Действительно Слово Стало Плотью И Питало С нами Полной Благодати Истины И Мы Видели И свидетельствуем Об этом И свидетельствуем Об этом Чем Своей Жизнью Потому Что Слово Божье Становится Плотью И в нашей Жизни Аминь Аминь А можем Спеть Даже Да Я думаю Прочтете Прочтете Вот Вставайте Я думаю В любом Случае Как бы Мы Не спели Да В конечном Итоге Это все равно Благодарение Богу Да Да Нина Иванова Нина Иванова Можете присоединяться Тоже к нам Или Прямо С той комнаты Подпевайте И И вы тоже Друзья Если кто Может Подпевайте Вот Там Где вы Находитесь Эту песню О Благодать Спасен Товой Я И Случи И Бед Был Мертв И Чудом Стал Живой Был Слеп И Вижу Свет Сперва Внушила Серзу Страх Затем Дала Покой Я Скорб Души Излил В слезах Твой Мир Течет Векой Прошу Немало Я Скорбей Невзгоды Черных Дней Но Ты Всегда Была Со Мной Ведешь Меня Домой Словам Господним Господним Верю Я Моя Вся Крепость Внем Он Верный Щит Он Часть Моя Во Всех Путях Моих Когда Вже Плотя Я Умрет Придет Вольбе Конец Меня В небесном Доме Ждет И Радость И Венец Пройдут Десятки Тысяч Лет Забудем Смерть И Тень А Богу Так же Будем Петь Как Самый Первый День Аллилуйя Аллилуйя Аминь Аминь Слава Богу Слава Тебе Господь За наши голоса За те уши которые слушают нас Потому что мы Прославляем Господа нашего Своими возможностями У кого какие есть Да Слава Богу Пусть Бог благоставит всех вас дорогие друзья Сегодня Такие у нас Незапланированные Но как бы вот Экспромтом Такие рождественские беседы И Сегодня 25 декабря Сего Вот 2017 Года Воспоминание Вот этого чуда Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа И Хотя исторически Иисус Родился Я уже говорил сегодня Осенью Но вот По традиции Такой древней традиции В христианском В христианском мире Именно вот зимой В декабре В январе Мы об этом как раз Вспоминаем Говорим часто Проповедуем Но Каждый раз Проповедую в разных Очень собраниях Разных конфессий И у себя в церквях И в гостях Будучи в разных конфессиях Я подчеркиваю Что Что самое главное Чтобы Христос Родился в наших сердцах В нашей жизни Что Бог Воплотился Вот Как вот есть Такие рождественские песни Мне очень нравится В них очень много смысла Я не так много Этих песен знаю Рождественских Но Резвянные песни Там есть Целая теология Порой В простых таких Народных песнях Порой Огромная Мудрость Такая теологическая Богословская Там вот Сейчас вспомню Слово Слово Очее Слово Очее Взяло Нася Тело В темностях В земных В темностях В земных Солнце Засвитило Христос Родился Бог Воплотился Ангелы Спевают Царя Витают Поклин Видают Пастыри Играют Чудо Чудо Повидают Я когда Впервые услышал Эту песню В 97 Это было Осенью Даже в это время Примерно Чуть раньше В начале декабря И Вы знаете Для меня было Целое откровение В простых словах Народной песни Но Такая глубина Что действительно В темноте нашей земли Да высеял свет И это сам Христос Слово Отца Стало плотью Вот Обитало с нами Действительно Слава Богу И много разных песен есть Вот Был я На Урале За Уралом В этих Старобрядческих Некоторых таких Поселениях Ну как Они условно называются Старобрядческие Там разные люди живут Не только старобрядцы И много таких Номинальных староверов Потомков как бы Есть и реальные Практикующие Там Верещагина Допустим Пермский край Такой между сопок И затерявшийся такой поселок Мне очень понравился он там Но там морозище конечно было Зимой дело было Ой как вспомню Вот Значит да Значит днем то Потеплее было Примерно так минус сорок Вот Значит да Ну сорок один Сорок два Бывало А ночью Мороз опускался Температура опускалась Температура опускалась Гораздо ниже Настолько что Там Большой дом Такой Рубленый Бревенчатый Значит Печка натоплена была С вечера Очень хорошо Протоплена большая Огромная печь Вот Русская печь С лежанкой Мы спали на палатях Это значит Кто не знает Под потолком Такие делаются Такие Навесы Вот Под потолком Мы спали В этих шкурах Всяких там Значит в одеялах Закутавшись В основном шкуры были Вот Значит Настолько все промерзало На улице Что даже Когда я просыпался Утром встать Значит На полу И Вот так вот Вот так вот Так что значит А потом опять потеплело Где-то минус сорок было опять Значит Днем уже было вообще Уже минус сорок Потому что это уже потеплело Уже Вот теперь уже Да Конечно Да Я помню эту поездку Верещагина Конечно Это не самая экстремальная температура Которую испытала я в жизни Самые экстремальные Были на Аляске Тоже кстати в гостях Было у старомиров Старобрядцев Вот значит И у песятников И у мессианских евреев В Заполярье даже Мессианская община Фэрбэкс собирается Там у них проповедовал тоже Самая северная На планете Еврейская Мессианская община Еврейские полярники Там собираются Очень интересные братья Вот значит И так вот Там На Аляске Было Минус 65 по Цельсию Где я находился Я как раз Я звонил А там и по Фаренгейту И по Цельсию Отмечается температура Каждое утро Значит там Отмечалось у нас Значит и вот Утром Утром 65 Вот это да Я звоню как раз Паулю Кулакевичу Кому-то из Кулакевича Я не помню Или Паулю Или Питеру Я звонил тогда Говорю А у нас Говорю 65 по Цельсию Представляете Говорю пастор Он говорит А он мне В телефон отвечает Это еще что У нас уже Минус 73 уже Думаю Вот это да Думаю да Так что Даже 65 мне казалось Это уже верх В общей возможности Оказалось Даже это еще не самое страшное Что может быть в жизни Оказывается Еще есть 73 еще По Цельсию Ну конечно Это было недолго Два-три дня А потом Снова потеплело Было минус 50 уже И мы поехали дальше Как бы потеплело Но в сравнении с тем Что Вот Значит Ниже 50 уже Дышать очень трудно И вообще Передвигаться очень трудно Почти невозможно Вот До 50 еще можно Оказывается Передвигаться Вот так вот Но Так это давно Ясно Слава Богу Да Вот И благоставляю всех вас Дорогие друзья Наверное Еще споем мы Да Или что мы Запланировали Поступило предложение Еще Да Да Можно успеть Продолжить В следующей Может быть Серии Или как мы Какой В следующем А А В следующей части А Можно Да Да Давайте мы сейчас Сделаем паузу И продолжим Хорошо Поэтому как говорится Не переключайтесь Оставайтесь На канале Да Аллилуйя Слава Богу Так Так И Можем Редактор Корректор